всем привет меня зовут надежда и я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь если не решила ребята поработать с растениями и решила здесь вас с собой поэтому у нас сегодня с вами пересадки на данный момент пока я не знаю может еще растение прибавится но сейчас на данный момент я бы хотела наконец-то пересадить свое варикатным к океану а носить камены в теле и у нее ну как я вижу одна детка точно есть одна деточка и и мы с вами наверно отсадим сидит она меня вот в таком вот объеме ну и не знаю и знаю хочу дать ей вот такой объем это очень большое крупное растение но опять-таки пока я не увижу корневое решение такого точно уж принимать не буду но в любом случае мне ее кашпо нужно потому что в это кашпо в котором она сейчас сидит я бы в его хотела пересадить другую аллоказию вот такая аллоказия меча и которую я как-то пересушила рассказывала про это несмотря на то что она на фитиле знаете как интересно тут у меня даже вырос вот такой вот просто мечта было интересно да как вот это все хотя я же высаживала получается хотя нет ребят помните я делала во флорариум посадку и делала туда мох и он у меня не стал там расти наличуя плечу запон а тут смотрите откуда ты взялся дорогой ну надо будет как-нибудь знаете аккуратно достать его отсюда и перенести потому что мне этот красота очень нравится на самом деле очень ладно попробуем посмотрим получится не получится и вот это аллоказия чая им то есть я ее пересушивала тогда я понимаю что это тоже не маленькая аллоказия хорошо она растет довольно таки быстро вот видите это на листьях видно агрессию моего ухода но напомню вам что это аллоказия у меня из клубенька то есть она из клубенька у меня проросла и начала расти в любом случае это первые винильные такие листочки которые конечно же потом уйдут вот и остальные будут намного намного больше крупнее и симпатичнее но для этого нужно и увеличить объем не знаю я почему-то уверена что нужно знаете я почему-то именно за нее постоянно переживаю подхожу к ней очень часто и проливая ее сверху ну это же не дело поэтому немножко немножко увеличим объем посмотрим как у нее там дела с корневой кстати мишольца чувствует себя прекрасно после пересадки то есть все с ней замечательный тургор листьев хороший я уже полноценно налила ей туда жидкости вот налила и с удобряшками то есть пускай кушает несмотря на то что у нее и внутри есть удобрение ящик поливая их с удобрением можно конечно чистой водичкой но сами по себе лакази они прожорливая ребята от покушать они не отказываются и так значит мы с вами разобрали вот эти два растения которые мы с вами займемся и по поводу флорариума да уж коль так зацепилась смотрите ребят помните я делала посадку мы в телеграм-канале я точно показывал эту самую посадку нет тут у меня просто клош стоит чтобы я примеряла зайдет не зайдет здесь у меня фитонии я их укореняла на пеноплексе то есть он стоит сколько корней еще в корнях посмотрите ну так вот тоже нужно на просвет посмотреть все таки вот образом эти сюда водичка много-много корней здесь нужно почистить листочки нижние листочки конечно там уходят знаете как классно смотрится на сами по себе вот эта посадка все вместе и я хочу их пересадить я хочу их пересадить сделать им посадку сюда вот сюда я покажу как я это буду делать я это буду делать максимально бережно то есть доставать спиноплекса я их не планирую я хочу достать их просто и баночки и сделать вот сюда вот такую посадку ну а уж коль пошла работа с растениями я еще хочу свой маленький ниндзя один из маленьких ниндзя потому что у меня их несколько маленько подрос был самый-самый такой мелкий-мелкий и я поставила его отдельно потому что помните да у меня есть такая прямо групповая посадочка мы делали с вами ее и так прям симпатичненько а это остался один потому что он от всех отставал и вот так он хорошо подрос здесь уже видите колечками завернулись корни поэтому вот из этого стаканчика я думаю дать ему стаканчик уже на 200 миллилитров до потому что уже взросленькая почему нет так что пока объем работы именно такой сами понимаете что объем уже не маленькие работы поэтому нужно приступать так все ставлю телефон на штатив и приступим итак давайте приступим посмотрим на нашу медиану что у нее здесь нижний стакан я убрала корни как видите вышли давно из посадки но это и хорошо она корешками этими пила так примерить посмотрите вообще подходит не подходит на самом деле выходит очень все хорошо все замечательно скорее всего это все один ком из корней как сказать ну да корневая неплохая так давайте вместе посмотрим вот она наша корневая что я хочу сказать что я хочу сказать возможно она была бы больше возможно если бы я ее пересадила чуть пораньше чтобы уже пачкаться двумя пальчиками так немного сняли корневой старым не страшно так вот у нас детка из кота маленькая еще вот эта детка большая вот видите вот ее бы нам отделить смотрите то есть корни в любом случае не придется сейчас потревожить потому что что я хочу ее отделить посмотрим так чтобы не отделить ничего лишнего знать я просто ее вытащила видите вот он клубенек маленький вот он маленький клубенек и вот она новое растение и теперь с этой стороны сделаем то же самое главное никуда не торопиться в этот момент вообще никуда быть спокойным практически спящими как наша боня которая всегда за кадром похрапывают если что имейте ввиду дом моя девочка и вот смотрите как легко отошла вторая детка я великолепно отошла так мы все в принципе ковырять больше ничего не собираюсь вот такая вот у нас корневая видите такая вот и теперь давайте посмотрим а что же у нас ну знаете если только немножко убавить все таки объем керамзитом как вы думаете или нет все таки сейчас вот просто если примеряем да она полита очень хорошо вот где у нас кашпо смотрите кашпо много это очень много я не рекомендую пересаживать трава козе сразу в такие большие объемы вот честное слово она после этого может стрессануть поэтому давайте наверное я подберу ей кашпо поменьше ну и пускай если она будет у меня сейчас допустим без фитильного полива тут вот плохо никаких обозначений нету насколько мы по моему это явно полторашка вот сто процентов это полторашка надо хотя бы на литр вы знаете даже если взять допустим кашпо вот у меня внизу стоит я его не планировала она просто внизу стоит у меня вот такой вот кашпо литровая да он даже если просто взять литровая вот и поставить туда намного будет лучше ведь как вот намного будет лучше я наверное в такую кашпо ее и поставлю и все и даже думать не буду ни о чем так ну вот эти детки сейчас для них тоже я приготовлю стаканчики и мы с вами займемся этой семейкой вот видите как то есть сначала планируешь одну кашпо а получается совсем по-другому так тоже бывает давайте наверно сейчас отсюда уберем деточек смотрите пошла искать стаканчики вот у меня стаканчики есть трех размеров ну то есть ну вот это прям 0202 до такой прям хороший размер я так думаю что он двойной ну да ладно вот смотрите вот это 0 2 идет 200 миллилитров есть у меня еще вот такой это у меня идет на 100 миллилитров вот такой вот малыш вот такой вот малыш ну явно на 50 тоже по моему двойной здесь я принесла все все три размера вот так чтобы сегодня с вами сделать посадки ну вот смотрите я планирую вот этого посадить сюда хотя нет не подходит вот эту деточку мы с вами поставим наверное вот сюда все таки все таки да смотрите хорошо да да ну вот этого малыша мы с вами поставим вот сюда ну чтобы вы понимали как я подбираю им объемы да то есть получается у них серьезная хорошая корневая нарастает но даже при этом торопиться ну не то чтобы надо надо не надо торопиться до дела уже ваша как говорится ну хотите пересадить и вот но в любом случае вот смотрите мне эти лаказии и уже не показывал вот потом посмотрю нам кстати правда ее нужно пересадить от правда там тысяча клубинков и поэтому и корни уже неприлично то есть я даже уже не вижу грунта сколько там корней понимаете да так смотрите буду использовать конечно же свой грунт намешенный аккуратненько вот так и сделаем добавлю я все составляющие которые обычно составляю кто смотрит там не то это для кладин это сапропель и это конечно же осмокот осмокот формула для для роста не для цветения а для роста 17 11 10 мы все эти малыша можно уже сюда так установить эти какой корень длинный корень прям длиннющий этот основной прямо напоминает мне корень как у меня такого основательного растения хороший корешок хотел конечно по центру поставить и ну например тут так давайте с маленькой разрую чтобы она у меня маленько чуть чуть пониже села прям совсем сюда вот так вот так вот пониже села и все большими растениями конечно в этом вопросе работать проще потому что от малышей пока установишь пока ты вот все вот это сделаешь это прям вообще ювелирная скажем так работаю и все равно мне не получилось по центру если честно как бы я там не старалась не получается это боня виновата то она не мешает сегодня я выгнать ее не могу с комнаты она все он приходит либо начинает проситься упорно скрести дверь чтобы я ее пустила в комнату а вдруг я тут не пересадками занимаюсь а кушаю что-нибудь ей все-таки что не перепадет знакомая до история с собачками так я в любом случае сверху все сделаю конечно же ли чопа хотя была мысль знаете в качестве мульчирования я думаю что нормального в качестве мульчирования ну вот малышка представляешь теперь теперь в отдельном домике привет малыш вообще у меня это с весны грубо говоря и год и у меня вот это аллаказии и так получилось я вот помню что я увидела в группе что девушка продает клуб не очень красивая лака и я очень захотела клубенек это аллаказии когда зашла не на страницу на авито потом я увидела еще вдобавок вот эту вот аллаказии я говорю ну давайте мне еще вот эту тоже мне вот это тоже хочется ну и в вот аллаказии уже вот такая вот красивая большая она давала деток мы с вами ее уже пересаживаем вот и все с ней хорошо а тот клубенек из-за которого вся вот эта покупка и случилось так и стоит клубеньком и вообще никак нисколько не пророс вот как то так ребята и я сама если честно в шоке ну ничего я сейчас заказала буквально новый грунт рассказывать пока не буду какой чего хотя чего-нибудь рассказывать девчонки уже в телеграм канале знают потому что я уже им скидывала вот я увидела на одном канале на другом канале что делают посадки в неё и также клубеньки усаживаю да поэтому я решила почему нет у меня есть вот это допустим этот вот хотя хотя он там уже клювик то показал если честно я пересадила сейчас просто переставила клубень в другой мог другую посадку ну потому что вот этот один стаканчик у столько места занимает вот и как бы мне думаю ты чу сколько можно то с тобой уже бегать и у меня там есть групповые посадки этих клубеньку это целая куча всяких разных пошел там клубеньков по насобирал на и вот они теперь там сидят стоят у нас ведь какая симпатичных получилось все деточки мы с вами посадили придавать мамашкой займемся для мамашки не нужно грунта набрать что грунт у меня мало да 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 пойду я за грунтом так вот так вот так вот так вот что хотел бы рассказать знаете когда телефон точнее запись останавливаешь что-то походишь походишь поделаешь поделаешь потом возвращаешься к съемке такой сидишь и думаешь о чем это я тут сегодня да вот и я про тоже о чем это я сегодня так вот я заказала этот аквагрут такой прям по серьезной цене довольно таки устроила опрос вопрос у девчонок кто покупал кто что делал чтобы девчонки поделились своим опытом скажу так мнение разделились кому-то нравится кому-то нет но от этого мне еще интереснее стало поэтому так вниз я сейчас сделаю лечу зуб таким вот образом дети довольно таки серьезно я убрала весь объем плечу зы так сейчас я в любом случае добавлю еще осмокот добавлю стопропиль и добавлю для кладин таким образом и теперь давайте примере если нужно будет я добавлю сейчас сюда грунт какую-то насчет присядет не надо добавлять грунт она хорошо присела на лечузу прям очень хорошо мне нравится вот эти листики которые у нее вот видите вот такие вот их вот есть он начал портится сам по себе стволик у него очень-очень жирненький прям такой вкусненький я не убираю листья до тех пор пока сам по себе стволик не начнет уходить отсыхать вот поэтому я и не тороплюсь я могу листик маленько отрезать но со стволиком я все-таки не тороплюсь я его не убираю вот мне не разделились по поводу этого грунта поэтому я прям жду-жду когда он у меня придет потому что мне есть что в него поставить на укоренение я прям очень хочу и так это чувствуется да чувствуется что весна потому что если до этого вообще ничего не хотелось совсем то я прям чувствую что мне уже хочется что-то и того и этого и прям замечательно единственное что только знаете не хожу не смотрю новинки по растениям точнее не то чтобы не смотрю но как не смотрела они в любом случае мне в ленте попадаются но в любом случае потому что то что ты просматриваешь то тебе в рекомендованных попадается постоянно причем глаза пока не горят ни на что вообще не на что вот так чтобы ах и все пропало захотелось нет ничего такого пока нету значит еще в отношении новинок у меня пока мой хомяк спит он у меня еще пока в спячке берли в берлоге так сейчас я здесь маленько насыплю и верхушку я все-таки сделаю и лечу зайпон серьезное большое растение будет поэтому наверное все таки это хорошо это хорошо что и подошел тут кашпо на фитиле все таки мне проще будет с ней уже вот так хотя вы видели да что это все равно там фитилек я продела вот небольшое количество воды при поливе будет оставаться и внизу она будет допивать мы в любом случае она уже такая взрослая девочка я надеюсь что этого будет вполне хватать мы посмотрим посмотрим как она отреагирует на пересадку вообще девчонки про нее говорят что она неприхотливая она неприхотливая хорошо растет прошу деткуется поэтому я полностью с ними согласна полностью вот и пересадка прям нужна была потому что я все переживаю что я их пересушу знаете так как видео похоже будет уже не маленькая я прям чувствую по времени ощущение времени когда ты снимаешь видео ты это уже понимаешь несмотря на то что ты еще полностью всю картину ты видишь когда ты уже складываешь все вот скажем так в творческую студию когда ты уже начинаешь монтировать знаете тут кусочек там кусочек тут кусочек и в итоге получилось да тут пять тут три минуты тут 15 в итоге раз а у тебя уже час так что я уже понимаю что видео не маленькая поэтому вот все мои планы наполеоновские на сегодняшний день конечно же они хорошие они мне тоже нравятся но давайте тогда сейчас мы с вами все таки закончим с лаказиями и остальные посадки мы оставим с вами на следующую серию сейчас я приверу и мы с вами приступим дальше к ниндзя и к чай давайте мы с вами сейчас пересадим эту малышку как видите да она сидит у меня 100 миллилитров мы с вами пересадим вот так вот видите сегодня кстати в телеграм-канале девчонки спрашивали показывали как раз свои покупки и вот наподобие вот таких отношений это было и спрашивали надо ли заменять грунт я не советую даже если вот вы скажете да ну вот у тебя же это твои да лаказии то есть они у тебя выросли ну из клубенька это твой грунт ты все знаешь на какую грунт что грунт поэтому ты можешь его и не менять ребят даже если вы не знаете какой там грунт у аллаказии вот тем более у маленькой который вы принесли допустим и она у вас ну несколько дней постояла и вам очень хочется ее пересадить тем более тем более не нарушайте ей корневую сделайте все таким образом чтобы она допустим стоит с этой самой посадки вышла умение травматично вот чем меньше вы ее потревожить и как корни тем лучше почему вот смотрите вот таким вот образом вот я вытащила стаканчик и поставила стаканчик нет я не поставлю стаканчик потому что мне тут мало грунта сейчас 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 соображен сейчас я поставлю сюда на грунт добавлю еще немного да вот так вот хорошо вот она у вас точно тогда не стресса нет смотрите вот теперь она присела теперь она прям очень хорошо присела так вот стаканчик и теперь я обсыпаю ее по краям у вас аллаказия маленькая но то что у нее условия поменялись и еще плюс по всему вы сейчас ей пересадку дадите потревожить корневую ну она просто может погибнуть аллаказии это такие растения которые могут сперсануть даже просто на ровном месте вот просто ровненько да стояла стояла раз корней нет и такое тоже бывает поэтому чем меньше вы тревожите тем лучше пускай она у вас в этом стаканчике в новом в новом вашем грунте вы же ей просто освежите грунтик дадите свеженький там покушать дадите пускай она у вас освоится даст очень очень быстро новых много корней вот а дальше а дальше я все равно советую вам сделать точно так же потому что с 02 мы пойдем потом в 0 5 с 0 5 мы пойдем потом в 650 или 700 дальше и дальше и дальше и дальше и все вы каждый раз добавляете новый грунт в котором она хорошо росла с которым с ней было все хорошо с аллаказией так зачем же тогда убирать и этот грунт понимаете да можно конечно если допустим она вообще корни потеряла терять вам уже нечего можно там что-то изобразить ну в таких случаях я вообще не советую пересаживаю совсем я обычно оставляю пень только срезаю макушку и просто переукореняю ее в воде если кто-то не знал о магазе очень хорошо перри подняются в воде то есть эту несмотря на то что некоторые экземпляры очень капризные несмотря на это вот так можно их спасти вот смотрите вот мы еще одной мощи замечательная прям красавица красавица теперь давайте мы с вами приступим вот коты вот малышки я помыла кашпо в котором стояла маяка гиана сюда мы с вами сделаем фитилек как видите я не не ходила и не делала не доставала свой фитилек который обычно я делаю не стала этого делать уже нашла покупные которые сразу идут кашпо и вообще что-то мне черные вы знаете больше нравится я уже подумываю прикупить черную бельевую веревку потому что увидели какой ужас я достаю обычно посадки видели да эти белые в кавычках которые раньше были белыми так что же я хочу я хочу обязательно вниз уложить мох ребят я очень хочу уложить мох потому что она такая непредсказуемая дим вот у меня мог я сначала почему-то не подумала поэтому я это и сделаю бог у меня не кассироватенький это хорошо замечательно сейчас я его сюда и уложу так она просто такая девчонка непредсказуемая вот а это поможет фитилечку подтягивать воду но и в любом случае обезопасить меня если вдруг если вдруг если вдруг так больше я сейчас сюда ничего накладывать не буду давайте в конце концов достанем растения с посадки и посмотрим вообще что там как там корневая есть она там вообще но я думаю что есть конечно потому что потому что потому что пьет она хорошо замечательно мы помним да что у нас есть мог который я бы хотела оставить ну мало ли скажи да что ты хотела так вот таким вот образом сейчас я его подтяну лишь бы только не задевать корешки так не знаю получится нет все таки или нет вот этот листик этот листик мне мешает достать так вот ровным слоем эту подушечку не знаю это слишком часто говоришь не знаю ну вот эти вот смотрите давайте я так и и вот она вторая моя часть я отложу ее вот сюда и теперь давайте я буду доставать конечно кашпо не пластмассовая как допустим было у гагианы не было там намного проще я все-таки маленькую да так вот раз ее пальчиками поджала и мне раз и не вышло здесь конечно же нет потому что эта керамика ой 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 теперь понятно ребят теперь все понятно вот смотрите да вот как мы с вами достали гагианы да и вот так вот маленько убрать а теперь посмотрите внимательно что творится у чая вот это да вот это ну конечно тут я это просто это просто фантастика ну в таких случаях я опять таки вам еще раз говорю нарушать я ничего не собираюсь я щас просто сбегаю за ножницами и ну просто отрежу немного от фитиль ребят ну смотрите так отрезаем этот фитиль ей абсолютно не мешает уже это понимаете я это понимаю поэтому зачем вот смотрите сейчас на примере таким вот образом и и и я так думаю что можно добавить сюда грунта да нет не нужно добавлять это грунта все с ней хорошо так единственное что мне нужно добавить туда еды конечно же с такой корневой и нужно туда и ты сапропель для плотничек и осмокот для роста хотя обычно в рейгатным я добавляю формулу для цветения но здесь в рейгатность как таковая сильно пока не выраженная ты еще малышка знаете как она идеально встала я нарадоваться не могу вот почему она у меня пересыхала так жестоко и теперь добавим грунта на самом деле ей сейчас этот объем он просто идеальный именно это кашпо и и нужно было тут уже как говорится так вот таким лишь бы только не сбивалась под храпоток буни вот так ничего еще можно добавить прям попитательнее чтобы у нее все получилось когда ребят ну вот теперь она легко будет новые листья раскручивать она вот этот лист последний с вами вот так долго раскручивая вы бы знали я теперь думаю надо же а как же тебе тяжело теперь понятно почему эти живу теперь все понятно моя дорогая можно было конечно и по мху понять что у тебя там уже давным-давно не торопишься же и вот смотрите куда не понять говорю достала гагиану и у нее даже не такая мощная корневая опять-таки нас опять-таки конечно она там не особо мощно и еще простите две детки поэтому как-то так так сейчас я здесь от ствола маленько отгребу и почему почему я хочу сделать там опять-таки рычуза ну и конечно же ребят нам нужно с вами пролить и посмотреть на посадки со стороны вот как они получились вот уж прям такое удовольствие до удовольствие все надо делать удовольствие и пересадочки тоже и еще ребят такой спойлеры небольшой я жду завтра мне должно прийти модная кашпула и в него я хочу сделать очень интересную посадку прям вот сразу поняла что хочу не знаю получится или нет но надеюсь что получится так все пошла наливать коктейльчик и мы с вами все это дело польем так ну вот коктейльчик у меня готов мы с вами сейчас прольем эти посадки несмотря на то что гагиана сама по себе помните она была сырая все равно я маленько ее пролью потому что это аллаказии возможно что-то другое его поливать не стала но их конечно же мне пролить нужно так потому что ну еще плюс ко всему не особо то я им трепала корневую скажете у гагиана ты освободила ее от деток да но детки были уже отдельно они были отдельные ничего не отрывала вообще ничего я просто их разделила потихоньку убрала с посадки вот и все они уже прям были несмотря на то что даже вот эта самая малышка самая последняя она была отдельно от мамани до отдельный клубенек кстати как интересно самостоятельно скажем так растение это у нас прям малышечка малышечка сейчас на тебе вот так нальем маленькой воды вот так пока достаточно автор я на них еще посмотрю как они себя будут чувствовать с посадки эти запомнить будет легко но я все равно сейчас напишу им название название сегодняшнее число первое марта первое марта я поздравляю вас с первым днем весны поэтому но я решила этот праздник отметить как следует вот такими вот классными пересадками а я благодарю за то что вы меня смотрели до новых встреч и пока пока